Здравствуйте, с вами Игорь Бурнаевский, шестой данный, и сегодня мы посмотрим партию Ке-Ж против Танк-Сяо. Партия с китайской лиги А, которая проводится круглый год, ежегодно. Отыграются сильнейшие профессионалы мира, в том числе, скажем так, легионеры из Кореи часто участвуют. Весьма такой большой турнир, лиг таких в них несколько. Не так давно наши европейские мастера ездили выступать в Лиге С, выступили относительно неуспешно, но, с другой стороны, относительно успешно. То есть были ничи с китайскими профессионалами, да, конечно, профессионалы были не первые сотни, но, тем не менее, особенно Матео Штурмас умел обыграть многие профессионалы Лиги С. Вот это, собственно, Лига А для сильнейших, Ке-Ж, который является топовым игроком в данный момент времени среди людей. Вот и на Ксяо, ну, где-то в десятку, пожалуй, он где-то входит, ну, 15 точно. Вот, молодой человек, 24 года ему всего, перспективный. Вот, и смотря партии, как ты особо на самом деле воспринимаешься, а когда начинаешь партии разбирать, у меня теперь такое стабильное ощущение того, что Ке-Ж, Е, это такое некое подобие тети Куна в молодости. Вот, уже смотрели мы с вами одну партию вчера, играл против Сюи, против Сюи Шестого Дана, тоже там было что-то в таком стиле, выживание в гигантском мешке оппонента, вот, и снова такая партия в стиле Великого Мастера Тети Куна. Как я сказал ранее, Кей играет белыми, там черными, сразу Сан-Сан, это привет от Альфа-Го, можно сказать, очередной привет от Альфа-Го, популярная нынче Шамари. Вот, и дальше Белый решил сыграть Какари, ход, разумеется, логичный, потому что больших-то ходов особо и нету, развивать Шамари снизу, ну, как-то, не Шамари, а развивать Сан-Сан снизу как-то не особо интересно. Строить Шамари сверху слева тоже не особо интересно, потому что Хираки в С, оно интересное и для черных сверху справа, и для белых сверху слева. Поэтому, разумеется, было сыграно Какари, ход, по сути, единственный, вот, и дальше решил там прилипнуть, на самом деле, такой самый основной вариант, вот, но ничего плохого не вижу в том, чтобы разыграть любой отчетский, через ход А или через ход В, То есть, в частности, если рассмотреть А, то можно получить что-то типа такого варианта, классическое в Джосеке. Ничего плохого в этом не вижу. Черный, достаточно быстрое развитие. Все, в принципе, такое нормальненькое. Вот, ну, хорошо, было прилипание, дальше белый сыграл с этой стороны, такой, опять же, наиболее популярный вариант. Вот, но, если говорить о Сан-Сане, опять же, о Тюти Куне, то в чем проблема Сан-Сана? В том, что, на самом деле, с ним тяжело сочетать камни. В данной партии будет нескольких моментов, несколько примеров, когда действительно Сан-Сан не позволяет сыграть тот или иной вариант, потому что плохо будет сочетаться с позицией в другой доске. То есть, если бы Сан-Сана не было, можно было бы и с этой стороны сходить. Вот, но если получше, к примеру, пойдем на большое на Таре, то Сан-Сан по умолчанию стоит плохо. Если даже черный просто соединится, белый получает стенку, если следует к этому классическому доске, доске, и тоже непонятно, как эту стенку связать с камнем А. То есть, на самом-то деле, белый тут уже ограничен в выборе. Не сказать, что выбор плохой, это хороший ход, но собой. Вот, но один из моментов, когда, вроде бы, выбор есть, но, на самом деле, его и нет. Вот, и в партии это возникнет не один раз, как я уже говорил чуть-чуть ранее. Вот дальше черный сыграл как кари. Конечно, много по книжкам людей сыграло бы сразу где-то здесь. Вот, но, на самом деле, ход не особо хорош, потому что, если мы просто выборним за белого, сыграем крепко, то в углу остаются большие проблемы. То есть, ходы А, или даже вторжение в Б, прилипание в С. То есть, в углу слабости остались, очками это не назвать. И, как следствие, вроде бы, белого укрепили, дали ему выход в центр, укрепили ему очки, даже сделали их чуточку больше. А, на самом деле, мы при этом сами ничего не закрыли. Как-то добавлять в ход, ну, даже непонятно, какая форма тут. Такая, но это странно. То есть, формы для закрытия угла нету, а так много ходов тратится, чтобы этот самый угол закрыть, выглядит немножко странно. А, поэтому, какари, ход здесь логичный. Дальше белый сыграл, я сыграл ход, который у нас приучает Альфаго. А, на самом деле, Альфаго Кейма обычно никогда здесь не играли. То есть, играли любые другие варианты, обычно как-то Хасамили, может быть, там Касуми даже, либо вообще играли Тенеки. Но Кейма достаточно редкий вариант. Почему? Потому что в последнее время, опять же, Альфаго профессионалы пришли к мнению, что это обычно в пользу черных. Потому что слишком уж легкая жизнь в углу получается. А Альфаго решила иначе. Теперь Кейма стала таким популярным ответом. Вот опять говоря о Сансане. То есть, если рассматривать Хасами, то опять же, непонятно, как он встречается с этим самым Сансаном снизу слева. Потому что, как бы мы тут не строились, то есть, любую Джасоку черный может отыграть, может вообще, на самом деле. Ну, хорошо, пускай он не будет тут прыгивать, не будет, вернее, забивать на камень. Как бы он тут не играл, потом, ну, неважно. Непонятно, как достраивать форму. Сюда играть, черный может черт, например, сюда играть. А с самого какая-то форма ущербная. Чувствуется, что что-то есть. Может быть, даже такое прилипание какое-нибудь. То есть, плохое всегда сочетание с Сансаном. Да, Сансан дает много очков, но выбор в Джасеках у нас сразу ограничивается. Ну, и при этом, разумеется, верхняя сторона интереснее, потому что не хочется дать развиться камням А и Б. Не хочется, чтобы они начали приносить какие-то большие очки. То есть, черный, очевидно, хочет сам верхнюю зону развить. Белый этого не допускает. Вот, ну, и по этой же причине черный просто-напросто играет сам сверху. То есть, если отыгрывать где-то слева, то белый был бы доволен таким распространением. Сразу камни Б сверху-справа, шамари черных, начинает стреляться очень тускло, потому что и очки оно не дает, по сути, потому что слишком открытое пространство можно туда подлезть. Развитие никого не дает, потому что полностью нейтрализованы этот шамари камнями сверху и справа. Поэтому как-то отыгрывать слева неинтересно. Да, поэтому, очевидно, здесь надо играть самому на верхней стороне. Ну, и белый, как раз, пытается играть в Хасами. Черный продолжает проследовать свою идею. С верхней стороной и развитием в шамари все максимально логично. Вот, ну и за белого как-то играть, на самом деле, не хочется здесь. Просто как бы тут белый не играл, пытаясь этот камень захватить, ничего у него, скорее всего, не получится, потому что, как раз, вот в этом самом сансане очень легко найти жизнь. Можно тут, например, порез, можно просто сходить в Хане, и этот угол уже никак не умирает. Поэтому, вроде бы, мы столько ходов добавили, 4 хода против одного камня, а на самом-то деле там все еще легкая жизнь. А черный при этом столько раз сыграл Тенуки. Поэтому не стал тут Ке доигрывать, переключился на это самое шамари сверху справа. Вот, на самом деле, если сыграть как-то так, то так или иначе, белый все равно может построиться, там, с очками или без очков. То есть достаточно простая жизнь будет, так или иначе. Можно даже вот так вот выжить просто-напросто. Да, это такая вот стандартная жизнь на будущее хотя бы останется. Жизнь жалкая, но на будущее она будет. Решил черную держать очки. Дальше такой немножко неожиданный ход, но на самом деле ход очень хороший. Потому что если мы последуем стандартному варианту, то есть пропихнемся здесь, белый, очевидно, блокирует. Но, очевидно, наносим надзоки, портив форму. Тут Atari тоже портив форму. Все равно нужно возвращаться. Вот, несмотря на то, что форма у белых плохая, проблема в том, что у белого остался темп. То есть он может вернуться, доиграть здесь или прилипнуть даже. Наверное, прилипнуть будет более правильно. Потому что камень все равно не потащить особо. Все равно какие-то проблемы ощущаются. Поэтому слева хочется доиграть, так или иначе камень добавить, чтобы и белый не хвал под атаку, чтобы он был хотя бы соединен. Может быть, какие-то очки все равно в углу удержатся. Вот, но при этом справа не совсем понятно, как начинать за черного было бы борьбу. То есть, если мы играем тенуки, если так, то у нас, во-первых, всегда будет соединение по нижней стороне. Ну, или просто сейчас поборемся и выпрыгнем. То есть, такое, это форма ужасная. Да, ничего хорошего в этом, на самом-то деле, нет локально. Вот, но с тенуки и, соответственно, успеть сверху слева стоит достаточно много. Вот, поэтому этот вариант был пропущен. Ставим такое сразу на дзоки. Ну, согласитесь, если играть сюда, то уже это какой-то странный обмен выходит. Потому что, ну, какая-то неправильная эта форма. Поэтому выбора у белого нет, он должен отвечать. Мы с камень добираем. И теперь, у белого форма, конечно, намного лучше стало. Но при всем при этом и на камень черного оказывается намного меньше давления. То есть, мы спокойно можем начать борьбу. Белый никак со своими камнями справа не соединится. Вот, и в итоге такая борьба для черного, конечно, будет намного более приятная, чем та борьба, которую показал в прошлом варианте. Поэтому белый тут вынужден ход добавлять. И у черного, конечно, находится время для того, чтобы отыграть сверху слева. По итогу, да, мы камень не отдали, но за это мы получили целый темп. То есть, на самом деле, такая красивая жертва получилась. Потеря ради темпа. Вот, в итоге успевает он прилипнуть. Вот, и было сыграно здесь. Но, на самом деле, тяжело тут выбрать вариант. Я еще рассматривал такие ходы. То есть, сыграть, опять же, на вторую линию. Хане. И, соответственно, себе он уничтожил черный. Решил удлиниться. Ну, и белый строит достаточно мощенькую форму. Вот, и черный соединиться сам не может. Поэтому начинается такая контактная борьба. Вот, тут черный соединился, но несколько вопросов к этому ходу, на самом деле. Потому что, мне кажется, можно и тут было удлиниться. То есть, такой ход, очевидно, он больше смотрит на центр. Такой ход, он крепче, в нем меньше ати, меньше скрытой угрозы. Вот, и, соответственно, забивает белому доме, не дает никаких центров ходов лишних. Вот, но стоп, все же это выход на центр. Нельзя такой ход переоценить. Здесь тут ничего не режется, потому что мы просто эти камни седаем. Да, данный ход будет в центр, понятное дело, но насколько это хорошо. Поэтому, мне кажется, можно было и над таким ходом подумать. То есть, побыстрее выбежит в центр. Вот, но решил соединиться. Дальше такой вот забавный ход. Ну, очевидно, целится продолжение в G18. Белый прилип. Вот тут, на самом деле, тоже мне несколько удивил ход. Вот, вот, я думаю, сразу будет вкидывание от Тари и построение красивой формы. И дальше, даже если черный сейчас как-то начнет, ну, сначала сената вставочку можно сделать, да. Даже, даже если он сейчас начнет давить здесь, у белого весь просто прыжочек. Как-то минимизирует свои потери на левой стороне. А в центре очень красивая форма, очень крепкая. По сути, группа белых сверху уже живая. Поэтому, мне кажется, вариант имел не сто быть. Да, тут было сыграно такой Косуми. Ход, который вызывает, скажем так, инициирует ход черного в F14. Дальше белый вкинул. На самом деле, с одной стороны, это потеря очка. Потому что мы могли, к примеру, сразу дать от Тари и потом соединиться. Мы бы не потеряли один камень, соответственно, мы бы не потеряли одну очку. Вот. Но, понятное дело, что у черного было бы на одну степень больше. Поэтому пожертвовали одним очком территории, ради того, чтобы сделать форму черных похуже, сократить им количество степеней. То есть, теперь вот это вот треугольничка, у этой пирамидки, степеней всего лишь теперь 4, вместо того, чтобы было бы 3 после вкидывания. Но, на самом деле, тоже совсем понятно, сколько же вот эти самые количества степеней будет важно. Потому что очко-то мы отдали, а вот количество степеней, как оно нам пригодится или не пригодится. Но, тем не менее, было принято решение кинуть. Дальше началась борьба. Тут такие достаточно форсированные, на самом деле, варианты. Вот. Ну и теперь черный всю свою зону сверху теряет. Да, он выживает, но белый доволен полученной формой. Единственное, что за черного приятное, это то, что он успевает сыграть еще раз в теннерке, сыграть в нижнем левом углу. Вот тут, на самом деле, сыграл Ке очень жадно. Опять же, в стиле Тюти Куна. То есть, прям очень территориально. Даже так, на вторую линию уже готов. Понятное дело, что этот ход не только с учетами очков важен, а с точки зрения базы для черных и базы для белых. Вот. Но, на самом деле, можно было подумать над таким-то активным вариантом. Прикнуть здесь, как-то побороться. Думаю, умело место быть. Но, тем не менее, была такая Агейма сыграна. И дальше удар в пояс Кеймы. Ход, который создает слабости. Черный, естественно, прилипает, чтобы усилиться. Да, он жертвует камень, но белый, в принципе, и так там был почти живой. Но, что черный так немножко укрепился. Вот теперь белый слева выживает и делает это причем в центре. Что самое приятное. Белый все равно живет. Еще несколько ходов, на самом деле, посмотрим. Атактная борьба. Вот. И к ане пракновения тут стала борьба справа. Она будет идти, на самом деле, очень долго. В различных вариантах. Белый ее, казалось бы, выиграл. Но мы к ней еще скоро вернемся. Поднес потери белой снизу. В обмен на эту борьбу. Вот. Но вот, опять же, начинаются вот эти такие прилипания, маневры. Территория оппонента. То, чтобы получить пользу центра ходов. Для того, чтобы получить какую-то живую группу. И вообще такое впечатление. Как и складывается то, что Кей играет, как таракан. Извиняюсь, такое сравнение. То есть, выживет везде. То есть, все отнимет. Везде вторгнется. Не хочет ничем делиться. Да, это обоснованно в данном случае. Но, смотря его последние игры, такое ощущение складывается все больше. Что вот реально. Палец в рот не клоти, дает не эти очки. Очень жадно играет. Проигнорил ход справа. И, как раз таки, мы сейчас вернемся к той самой коварьбе, о которой играл чуточку ранее. Вот, коварьба на самом деле стала определяющим фактором. Костритик много раз белка здесь проигнорировал. Слева группа все равно живет. Частично, точнее. Вот, начинается эта самая коварьба. Белый выживает окончательно. Вот. И проблема в том, что на самом-то деле у черного не так уж и много коугроз. То есть, это была последняя. А у черного, а у белого, соответственно, осталось еще вкидывание. Соответственно, если сейчас черный пробивает, то белый пробивает в ответ. И непонятно, что делать. То есть, нет ни одной коугрозы на доске сейчас. Он может пробить здесь. Но тогда мы пробьем камни здесь. И по итогу все эти камни умирают. Но ты. Черного просто-напросто не хватает очков. То есть, как раз-таки, вот этот самый очень жадный стиль. То есть, везде вторгся. Везде все отнял. Вообще, это получается, как раз-таки, наверное, в стиле Альфа-Го. То есть, накидать камней и как-то уже пытаться ими выжить. Альфа-Го вообще не умирает. Либо если умирает, он делает это очень красиво. И очень красиво жертвует. И, кажется, Кей очень стремится к такому же стилю. Все же раньше, до Альфа-Го, мне кажется, он играл очень агрессивно. Очень любил борьбу. А сейчас все у него партии складываются, ну, в последнее время, в таком вот выживайкином стиле. То есть, как раз-таки так, вот его мастерский счет, ему в этом, конечно, здорово помогает. Помогает то, что знает, какая группа выживет, достаточно там пространства. Поэтому позволяет себе все, что только хочет. Он может себе позволять все, что только хочет с его уровнем счета. Вот. И на самом деле, у него это получается весьма здорово. Все же не зря у него такой большой процент побед в последнее время. Вот. Поэтому советую попробовать. Такой вот очень жадный стиль. Пытаться в торговце везде. Вот. Наиграть сначала Сан Санов, чтобы твои очки не отняли. А после этого отнимать очки оппонента. На самом деле, против меня так неоднократно играли. И действительно тяжело. То есть, отняли все, и потом стоишь, как бы думаешь, а как же очки-то самому набрать? Потому что их же тоже будут отнимать, пытаться. То есть, все так сводится к тому, что надо что-то убивать. То есть, если ты что-то не убьешь, то по очкам просто-напросто не хватит. Вот. Но так. Общеизвестно, все же выживать попроще, чем убивать. Есть такое мнение профессиональное именно. Не мое. Ну, мое в том числе. Поэтому. Поэтому этот стиль, мне кажется, более чем оправдан. Вот. На этом все. Спасибо за внимание.